Добрый день всем! Мы продолжаем наше чтение книги Равы Иуда Леоношкин Ази Маниту «Тайна еврея». Мы в прошлый раз немного углубились в представление и так до конца, я думаю, и не решили этот вопрос. Может быть, он действительно не такой простой, и нет у него простого решения, что значит действительно взросление. Равы Иуда Леоношкин Ази Маниту говорил о том, что когда человечество дойдет до некоторого условного возраста своего, то, что у мальчика, например, девочки считается взрослением 13 или 12 лет, оно тогда сможет нести ответственность за себя, брать на себя ответственность за мир, за мораль. И это переведет диалог между Всевышним и человечеством и отношениями к Всевышним и человечествам на некоторый другой уровень. Но, как сказать, это не совсем понятно, это параллель осталось нам не до конца понятно, потому что что значит взросление? Это реальный возраст 13 лет? Или это другое этап взросления, когда действительно человек уже взрослый, ответственный и в таком возрасте, в котором в сегодняшнем мире мы считаем человека взрослым? Это немножко осталось нам как бы непонятно, но я думаю, что ничего такого страшного нет в этом. Может быть, это в принципе не очень понятно. Суть в том, что есть некоторый этап в отношениях между миром, между человечеством и Всевышним, когда мы выходим на уровень, в котором мы уже сможем отвечать за все, что мы делаем всерьез. И мы сейчас переходим на следующую главу, которая называется «Нравственность». Створению удостоится получать по праву то, что получало из милости. Мы уже и раньше говорили, что одно из целетворения, чтобы человек дошел до вот этого уровня, о котором я упоминала ранее, и дошел до того уровня, когда у него будет усовершенствование представления о нравственности. И это, собственно, то исправление, которое человек должен внести в мир, сделать мир, сделать отношения между людьми нравственными. А в этой главе Рав рассматривает немного более подробно, из каких компонентов складывается отношение человечества и человека со Всевышним. И он пишет «На первом этапе процесса творения, творение, человек, как квинтэссенция творения, получает свое существование из милости». Это, собственно, то, что мы получаем сегодня, потому что мы не заслужили еще, мы ничего хорошего особенно не сделали. Ну, во-все, в случае, недостаточно. Из милости, как подаяние, как бесплатный дар. Это чудо рождения, после которого до момента бармицы, ну, тут мы снова, значит, возвращаемся к той аналогии, о которой я говорила, аналогии между человечеством, взрослением человечества и взрослением человека. И до момента бармицы проходит период полной милости. Пока ребенок не дошел до состояния, когда он должен отвечать сам за себя, он может делать глупости, он может… Мы пытаемся чему-то научить, но пока еще за его глупости отвечают родители. В это время человек наслаждается данным ему существованием и не испытывает чувство вины, если он еще не заслужил его своими делами. Чувство вины за то, что он получает бесплатно, то, что ему дают. То есть это как бы нормально. Иногда нам кажется, что можно упрекать детей, говорить, вот я тебе, а ты мне. Ну, в общем, это как бы совершенно неестественно, я думаю, для родителей, упрекать детей тем, что они им дали жизнь, тем, что они его выкормили и дают ему все необходимое. И аналогично Всевышний, он не особенно упрекает нас тем, что мы в этом мире получаем от него. И нам не свойственно ощущать неудобство какое-то, во всем случае, не сильное неудобство или вину, что вот нас тут кормят, боят, все нам предоставили в мире. А я, собственно, еще не заслужил этого благословения. Это годы милости и невинности. В общем, в каком-то смысле это называется невинность. Однако взрослая религия не останавливается на этапе бармитства и объясняет, что теперь ему нужно заслужить то, что было дано как дар. Получение этой заслуги делает подарок приобретения, тем самым увеличивает ценность подарка, а также исправляет и совершенствует переживание получения этого подарка. Понятно, да? То есть все, что мы получаем от Всевышнего, все, что мы получаем бесплатно, для нас это естественно. Мы живем в этом мире, мы дышим, едим, пользуемся всеми благами природы, которые есть, используем для себя. И нам не приходит в голову, что мы этого не заслужили. Но когда человечество сможет исправиться, сможет подняться на следующий уровень, оно, в общем, осознает, что теперь оно выполнило то, что Всевышний от него хотел. Теперь мы внесли существенный вклад исправления в этот мир, и это как бы плата за то, что мы получали. И это совершенно меняет наше ощущение от того, что мы получаем. Мы вдруг понимаем, что это не подарок, что это не подачка, а это то, что мы заслужили. То есть и все, что давали, я так думаю, все, что давали нам раньше, мы оцениваем уже, что давали нам не просто так, а это для того, чтобы мы могли реализовать планы Всевышнего. На самом деле перед нами три выражения милости со стороны Творца. Как может эта милость нам приходить? Первая милость по мере милости, милость по мере милости, когда человеку предоставляется его существование бесплатно, да, вот то, что мы говорили, где, собственно, мы и есть. Еще до того, как он заслужит его своими действиями. Я не хочу сказать, что человечество вообще ничего хорошего не сделало. И Раф тоже не думал, что очень хочет именно это сказать, что вот пока мы не дойдем до Барнации, все, что мы делаем, все, что мы стараемся быть хорошими, наладить отношения между людьми и народами и прочее, это все не имеет ценности, пока мы не дошли до нужного уровня. Точно так же, как с детьми, я думаю, не происходит так, что в один прекрасный день он бумс и становится взрослым, и на него валится ответственность, и он, наконец, с него спрашивают за все, и он обязан быть правильным, совершенным. И все такое. Также отвечать за все и получать не бесплатно, а заплату, заслужить то, что он получает. На самом деле дети, они постепенно тоже растут, они учатся, они усваивают какие-то моральные нормы, они раскрывают свой потенциал, и, доходя до какого-то уровня, они становятся уже взрослыми и в состоянии принять на себя больше ответственности. Это, я думаю, что и до этого они определенная ответственность в состоянии принять на себя. Так же, мне кажется, и человечество. Вторая милость по мере суда, когда человеку предоставляется возможность и шанс заслужить то существование, которое он получил бесплатно своими действиями. То есть это второй этап. А третья милость по мере истины, когда человек фактически получает все благо и изобилие, которые ему причитаются в соответствии с его действиями и выбором. То есть это надо поднять так, что это разный уровень. Ему он вырос уже до уровня ответственности, ему дают возможность заслужить то существование. И когда он его заслужит, это уже третий уровень, когда Всевышний готов ему дать все благо и изобилие, которое он собирался ему дать вначале. Андрей, ты хочешь что-то сказать? Это как-то связано. У меня возникла ассоциация. Первые две тысячи лет – это время хаоса, это милость. То, что допотопное человечество до дарования Тора, которое ничего не понимало, просто все ело, то, что ему давали. Второй период – это время Торы, это то, что здесь осознают и заслуживают, работают. И третий период – это время Машеха, когда уже осознанно все это дело получают. Мне кажется, это как-то ассоциируется. Может быть, хотя это было бы очень здорово, такой параллель, но тогда получается, что последние тысячелетия, в котором мы живем, это же время Машеха, и что тогда надо понимать, что то, что происходит, так получается. Если мы примем эту аналогию, получается, что все благо, все достижения технологии, действительно, в мире, в котором мы живем, в котором человеку вообще почти не осталось физической работы, разве что только такие ненормальные, как я, которые копают археологи. То есть никто уже не копает в поле, там, мотыгой, а только мы, по-моему, вот. Ну и от этого получается… Делаешь, тут работа как раз ради интереса, ради удовольствия. Да-да-да, конечно, да. Но тяжелой физической работы осталось мало. И, в общем-то, действительно, даже вот наша работа, она связана со смыслением того, что ты делаешь. Ты вот копаешь, копаешь, и вдруг вырисовываются у тебя контуры дома. Это, в общем, трактор не может с такой точности делать никак. А, в общем-то, технология нас уже привела на такой уровень, в котором человек получает гораздо больше блага, чем раньше. Возможно, потому что мы уже, так сказать, что-то заслужили, хотя еще, может быть, не выполнили полностью задачу твоей. Но, возможно, у нас есть еще впереди некоторое время, чтобы это сделать. Да, спасибо, очень здорово, по-моему. Пока частный человек и все человечество находятся на первом этапе дарования милости, не может исполниться желание Творца отдать Творению все причитающееся ему за его выбор благ. Творец пока еще недоволен Творением. На языке кабалы у него нет нахат руах, то есть покоя духа. Ну, скажем так, да. Человек должен принять первую сущность в качестве милости. Ну, дают, бери, да. Однако для того, чтобы дать своему Творцу покой духа, чтобы его, так сказать, чтобы был он доволен, человек должен приобрести право на существование своими действиями. Это то, что Всевышний от нас хочет. Чтобы мы не просто получали, но и чтобы нас было заслужили это получение. И тогда человек получает награду за свою работу. Ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь. Ну, здесь он использует, я думаю, это просто как выражение. Не то, что я думаю, что он прямо хочет привязать это к цитате, которую говорит пророк нашей праматери. Если у кого-то будет идея, как-то можно привязать, может быть. Как мы увидим ниже, три праотца народа Израиля представляют эти три ситуации. Авраам переживает и олицетворяет время милости. Получение жизни в качестве бесплатного дара. Мы знаем, что в дереве сферот, как оно так устроено, милость и мужество. И Авраам у нас символизирует милость, а это мужество и так далее. И эта милость – это получение жизни в качестве бесплатного дара. Это свойство Авраама самого, который готов давать всем бесплатно. Израиль переживает и олицетворяет время мужества. Преодоление стремления получить существование бесплатно, он стремился приобрести его по закону. То есть это некоторые ограничения, связанные с искаком. Все, что связано с искаком, более или менее, это проявление, что же называется, гура. Видите, мужество – это то, что мы перевели. Но гура – это для нее большой спектр значений, ограничений. Яков переживает и воплощает время истины на уровне, называемом Израилем, которое является доказательством, подтверждением и реализацией творения, получившего свое существование благодаря своим действиям. То есть эти вот три этапа, которые мы упоминали выше, они накладываются на трех праотцев. То есть каждый из них символизирует определенный этап и продвижение в истории через эти этапы. Это творение теперь может состоять лицом к лицу с Творцом, то есть когда оно завершает третий этап, я так понимаю, на вершине своего существования и получает все благо, которое хранилось для него и положено ему по полному праву. Обещание, данное Бога Аврааму во время заключения завета между рассеченными частями, бритбенабитарим, это обещание милости и милосердия без всяких условий. И вывел он его наружу и сказал, посмотри-ка на небо и сочетай звезды, ты сумеешь сочетать их? И сказал он ему, таково будет потомство твое. И поверил он Господу, и он обменил ему это в праведность. Никаких условий, никаких требований. Ну, мы понимаем, что Авраам, безусловно, он служил Всевышнему, и жизнь его, не жизнь младенца, который все получает и ничего никому не дает, он и сам отдавал, как я понимаю, и так же, как и получал. Это бесплатное обещание, но само вот это обещание, оно, безусловно, ассоциируется с милостью. Так, и все, что связано с Авраамом. Это бесплатное обещание характеризует этап милости у наших прадцев. Далее описывается этап перехода отцов из состояния милосердия в состояние милости. Авраам – праведник, живущий в аспекте милости, который способен получить божественную милость, бесплатный дар данный ему Творцом, и познавший Творца в его щедром леке, рождает Ицхака, то есть есть следующий этап. Первый этап рождает следующий. Ицхак – праведник, который познает другой лик единого Творца, лик мужества. Аспект мужества намекает на желание Творца, чтобы Творение заслужило и приобрело по праву то, что получило бесплатно, и чтобы подарок таким образом превратился в законное приобретение. Вот стих, и вот дословный Ицхак, сын Авраама, Авраам родил Ицхаку. Зачем это нам подчеркнуто? И это описывает сопричастность праотцев, представляющих исправление человека в Творении. Подобным тому, как Творец должен был преодолеть свое желание отдать все благо и изобилие сразу, чтобы позволить Творению заслужить это благо. То есть он не дал все благо, которое мог, он его ограничил, благо, которое дает человеку. Почему? Чтобы дать возможность Творению, человечеству, заслужить вот это полное благо, которое он хочет дать ему. И чтобы он мог получить его по праву, а не из милости. Так же и каждый человек, и человечество в целом, должны преодолеть желание получить все это бесплатно из этих лет, чтобы приобрести его по праву, а не из милости. Это очень важный принцип еврейской морали, выражающийся в стихе, ненавидящие подарки жив будут. Можно добавить что-то? Кто хочет, чего бы добавить? Без просить. Ну, все-таки сложно понять, да. Тут все время говорится, что человечество в целом, да. Но мне кажется, что получается, что разные группы человечества могут быть на разном этапе вот этого понимания, и на разных из трех этапов может быть, да. И опять же, если мы сравним все человечество с одним человеком, с Адамом, да, то у него же тоже есть, получается, там голова, разные другие члены, которые, может быть, не осознают то, чего осознает голова. То есть, можно так сказать, что, например, Израиль, да, уже находится там на пути к последнему этапу, да, осознанию, являясь головой, да, человечества. А все остальные, получается, они как бы действуют по указаниям головы, да, потому что, ну, глядя на все массы народа, да, видно, насколько они далеки от сознания вот этого бесплатного подарка, необходимости его отрабатывать как-то. Ну, я понимаю, что действительно это всегда было, что народы находятся на каких-то, на разных уровнях. Да, это вполне можно понять. Так же, как и внутри народа. Внутри каждого народа есть люди, которые находятся на высоком уровне, и есть люди, которые находятся на низком уровне. это вопрос, может быть, может быть, очень легитимный вопрос, как это должно функционировать. Как может случиться даже правильный народ, что весь народ дойдет до праведности? Ведь есть и преступники, есть и бездельники, есть и разные совершенно люди внутри народа. Как мы оцениваем вообще, на каком уровне находятся? Это совершенно непростой вопрос, и не нам как бы даже, я думаю, что не нам разрешить. Как оценивает Всевышний это? Не говоря уже о том, во всем человечестве. Даже если мы представим себе, что весь народ каким-то образом, какой-то замечательный народ, скажем, еврейский, дошел до высокого уровня, или в общем и целом, в массе своей, он функционирует как вот моральный народ. Может быть, не один, может быть, еще какие-то другие народы такие есть. При этом есть и другие народы, которые так не ведут себя. Нам трудно судить, в какой момент Всевышний скажет, вау, человечество дошло до некоторого большого уровня, сколько для этого нужно народу, чтобы они дошли до этого. Буду сказать. Ты понимаешь, что я говорю? Ты согласен? Ну да, мне кажется, опять же, внутри, если сказать, что еврейский народ – это голова, которая все осознает и принимает решения, которые отражаются на всем человечестве, то оно, опять же, в нем тоже есть разные части. И тогда можно представить, что есть какая-то часть народа Израиля, который принимает решения, и если это решение правильное, то с ним соглашаются все остальное. То есть ощущение правильности этого решения распространяется на весь народ Израиля и на все остальное человечество. И дальше как-то изменяется жизнь, и становится понятно. Но это все равно, что представить, допустим, человек решил соблюсти заповедь, встать рано утром на молитву. И вот кто решила? Решила голова. Рука не в курсе, хотя она даже завела будильник, но она потом забыла. И опять же, голова и кожа. А многие говорят, я не хочу вставать, например. Да, и вот утром начинается вот эта борьба. Борьба, опять же, происходит в голове. Начинаются разные убеждения. Ты же смотри, это насилие. Все человечество против, куда ты их ведешь. И вообще, ты вчера и третьего дня не вставал. Как ты надеешься? И тем не менее, если он волевым усилием встает, то все ноги и руки уже идут за ним. Он уже находится в другом состоянии. Ему будет легче там это сделать завтра и так далее. Да, прекрасно. Да. Но про человека, мы это можем всем представить, как это происходит с целым народом. Это немножко труднее, хотя иногда бываем свидетелями того, как весь народ совершенно. Ну, то есть, большая часть народа, например, еврейского, она согласна. И действует в одном ключе, можно сказать. И забывая о том, что вчера у него болело здесь, или чесалось там, все это куда-то откладывается. А главное, если есть важная какая-то проблема, мы часто бываем едины. Это можно еще представить себе. Уже сложнее немножко представить, как это может случиться с человечеством, но хотелось бы, думаю, что так может быть. Может, почитать дальше? Принятие творением своего существования не может полностью удовлетворить желание Творца творить добро. Некоторые попросту полагают, что Творец дает благо бесплатно, и у человека нет возможности выбрать направление и цель собственных действий. Поэтому нам трудно понять и осознать, что это только первая стадия замысла творения, и что Божественный план не воплощен и несовершенен. Пока сотворенный не приложит много усилий и труда, чтобы заслужить то, что ему было дано как дар. Работа по приобретению этого права осуществляется в этом мире, который является лишь подготовительной и временной стадией по отношению к грядущему миру, в котором каждый сотворенный получит то, что он заслужил в соответствии с работой и усилиями, вложенными здесь. Вот здесь грядущий мир имеется в виду какое-то другое состояние, не в нашем мире, не в материальном. Ну, смотри, грядущий мир – это некоторые же понятия. И по поводу того, как он устроен, есть разногласия между философами, мудрецами и прочим. Но я думаю, вот как раз идет речь о том, что будет после третьего этапа, в конце третьего этапа, когда человечество дойдет до своей гармитии, дойдет до требований, требований, необходимого уровня нравственности, скажем, условность, в следующее тысячелетие, когда это закончится, и начнется следующее, субботнее тысячелетие, в котором происходит встреча человечества с Творцом, как оно будет осуществляться. Ассорета имела, да. В грядущие дни, да. Но, конечно, есть всякие предположения, есть споры мудрецов по поводу того, как это происходит. Но, мне кажется, манитуру, его как раз не особенно заботит, как это конкретно реализуется. А ему важно, что условия того, что человек сможет достичь этого уровня. Действительно, мы найдем, дойдем до правильной нравственности, высокого уровня нравственности, и главное, что это место встречи человечества с Творцом. Как оно будет протекать? Трудно. Я думаю, что очень трудно себе представить, об этом мы даже не говорим. Но есть некоторые намеки, да, есть намеки. Храм – это какой-то отцвет от грядущего мира. Суббота – это какой-то отцвет от грядущего мира. Свет оттуда. А как сам этот свет целиком выглядит? Можно догадываться. Все происходит на уровне божественного плана. Цель замысла творения – это мир совершенного блага. Когда нет понимания этих процессов, открываются неразрешимые противоречия между определением Творца как доброго и дарующего блага и его определением как установившего детерминистские законы. Хотя этот мир является важным этапом в системе приобретения заслуги, тем не менее это только временный и приходящий этап. Творец намеревался сотворить этот мир как место, где у каждого творения есть возможность реализовать получение заслуги. Как об этом сказано в стихе. Мудрецы образно описали этот процесс так. В этом мире нужно выбирать между путем, начинающимся с колючек и камней и заканчивающимся в саду лилий. И это путь Тора. И путем, начинающимся с лилий и ведущим в бездну. И это путь природы. Да, вот мне кажется, можно немного, так сказать, пытаться объяснить, что он имеет здесь в виду, почему есть противоречия между представлением о Всевышнем, который хочет дать человечеству максимальное благо, и Всевышнем, который скрылся за занавесем и оставил нас в мире детерминизма. В мире детерминизма никакого особого блага. Есть какие-то следы, мы говорили об этом, что мы по этим следам можем осознать, что это не просто так, что Бог оставил нам некие намеки в этом мире на свое существование. Тем не менее, если в мире все детерминировано, то надеяться на какое-то излишнее благо, на какое-то большое благо, что посеешь, то и пожнешь. Знаешь, есть правило, ты не можешь получить больше, чем у тебя действительно. Заработал какие-то деньги, на них ты можешь себе купить X продукты. Это не реальность максимального блага. Это реальность, в которой все определено, все ограничено законами, законами природы. И в природе нет, как бы нет источника вот этого, рога изобилия. Нет в природе рога изобилия источника бесконечного блага. Тот, значит, каждого потребности, как говорили коммунисты, да, вот вдруг возникнет такой рог изобилия, который даст каждому потребности. Из-за этого возникает некоторое противоречие. А когда мы понимаем, что на самом деле желание дворца нам это изобилие дать, но дать его так, да, когда мы его заслужим, и тогда это как бы противоречие снимается. Сначала мы живем и работаем на этом спенде, испытательном на тренировочном полигоне, в котором действительно нет максимального изобилия, но нам приходится преодолевать необходимые препятствия и решать сложные задачи. Сложные задачи в том числе, в смысле сложные моральные задачи. потому что даже тары не дают нам все ответы на вопрос. Не говоря уже про те поколения, у которых не было тары, которые как бы пытались, возможно, исправить мир, но у которых ничего не вышло, но даже когда Бог открылся народу Израиля и дал им кору, который помогает нам продвинуться по пути нравственности, тем не менее остается много сложных, серьезных вопросов, которые мы обязаны решать, и это всегда непросто. И именно заслугу решения этих тяжелых вопросов это и есть наша работа, главная, по установлению в мире нравственности и морали. и поскольку это тяжело, то когда ты отказываешься от решения таких вопросов, идешь по простому пути, сидишь у телевизора целый день и слушаешь, что тебе там говорят, то этот вот путь, может быть, ведет в бездну. Естественно, как ты думаешь? Ну да, путь наименьшего сопротивления, да, катится, катится и в бездну. Есть какой-то принцип, который заставляет человека, да, выбирать или нет? Надо как-то его подталкивать все-таки, должны быть какие-то, опять же, временные границы, да, все-таки творец же, поскольку добрый, дающий добро, он же не позволит всему человечеству там скатиться в бездну. Говорят, что нет, чтобы один раз уже был, потом хватит. Ага, то есть теперь есть некая подталкивающая система, стимула. Ну, мы надеемся, что, с тех пор, как народ Израиля получил тору, у нас есть надежда дойти до праведности. Не то, что мы, я всегда хочется листоек, так сказать, в попках заметил, что никто не дал нам страхового полиса, что все кончится хорошо. Мы просто очень надеемся. просто по природе человек, вот если как здесь описано, то он будет всегда лилии выбирать. Не, ну почему? Это же не так, не совсем так. И то, что я вижу вокруг себя, это не так. Люди, когда их ставят действительно перед серьезным нравственным выбором, они чаще всего не отказываются от него. Не все, но люди, народы. Но на самом деле оценки ставить не нам. Народы часто стоят перед очень тяжелым нравственным выбором. и то, что они выбирают, а может казаться правильным, могут сказать, это же все непросто. Так же, как, скажем, в Советском Союзе, когда там исключали из партии, например, все поднимали руку. Даже те, которые понимали, все понимали как бы про врагов народа. Все были запуганы, у всех были свои резоны, всем хотелось жить, покормить семью. И похожие, может быть, вещи происходят в ООН, когда все голосуют против Израиля. Не знаю. есть какая-то может быть в один прекрасный день все изменится. Тогда есть надежда. Ну, тогда это еще страшнее, что все народы собрали совместную организацию и там они все голосуют исходя из своих страхов, исходя из того, что там быть как все. Ну, из разного соображения, да, но это, с одной стороны, это естественно, да, а с другой стороны, это преодолимо, я думаю. Мы надеемся, что это преодолимо, что постепенно как бы истинно должна пробить себе дорогу. У меня такое ощущение. Вот этот путь начинающийся, он трудный, 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 выбор всегда очень трудный, и выбирать истину иногда очень трудный, но когда это случится, тогда у нас будет, у человечества будет шанс, как я думаю. Ну, да, проснется какая-то добрая воля, да, которая начнет поступать правильно и увлечет всех за собой. сегодня есть отчасти пробуждение, я думаю, во многих структурах, которые раньше были исключительно антиизраильские, они несколько меняют свою ориентацию в том, что мы имеем дело и понимают, что наша борьба оправдана, но это требует времени. Да, отвлечемся тогда от актуалии и пойдем дальше, а то это тяжелая тема. Этот мир был сотворен таким образом, что существует разрыв между совершенной сущностью Творца и конечной сущностью его творения. Творец создал бесконечное количество миров, которые заполняют этот пробел по горизонтали и по вертикали, а также промежутки между многочисленными оттенками самого конечного творения, только для того, чтобы создать место для этого исправления по возможности заслужить право на бесплатный дар. Это пространство для исправления является временным, но необходимым как с точки зрения времени, так и с точки зрения места. Какая-то сложная система по горизонтали, вертикали, промежутки, трудно сказать точно, что он имеет в виду, но предполагается, что есть разрыв какой-то. В Кобале есть много разных моделей, которые описывают разрыв между совершенством и совершенством творца и нематериальным, и бесконечным, и конечным миром, в котором мы существуем. Как они совмещаются между собой, это очень большая философская проблема. Трудно себе это представить, но и разные кобалистические модели описывают по-разному. Раб здесь говорит в общем, бесконечное количество миров. Есть всякие переходные миры между творцом и реальность, в которой мы существуем. А также возможность дойти до точки исправления, она развернута во времени. Наверное, вертикальные миры это то, что называются духовными мирами, целут, приятные, которые между творцом и творением, а горизонтальные наверное миры других людей, каждый в своем мире, других обществ, стран, которые тоже влияют на человека, но тем не менее остается у него какое-то пространство пустое, где он имеет свободу выбора. Возможно. Мне казалось, что это пространство разворачивается своего времени, но может я ошибаюсь. потому что вот это отражение миров, оно кроме того, что у нас есть эта схема, всякие схемы взаимодействия, типа разбиение сосудов, всякие идеи, каким образом сотворялся мир, такие же разбиение сосудов, оно происходит во время, не только существует идея, но они реально происходят на протяженности времени. Точно так же, как до этого говорил об идеях милости, заслуги и блага, три этапа, они существуют как идеи, но разворачиваются во время, и они существуют как Абрамовец, как Яков, но тем не менее, как ты предложил, можно развернуть это и на три тысячелетия. Согласно нашим мудрецам, этот мир является ничем иным, как этапом перед переходом в грядущий мир. Приведи себя в порядок в коридоре, чтобы ты смог войти в зал. Временность нашего мира дает нам право на мир грядущий, при условии, что мы остановимся и купим нашу жизнь, при условии, что мы превратим этот дар в приобретение, согласно сказанному стихе, и купил Йосеф всю землю египетскую. Человеку в этом мире не остается ничего другого, кроме как вкладывать, работать и продвигаться, чтобы заслуженно получить то, что он получил бесплатно. С того момента, как Адам потерпел неудачу в своей миссии, на всех его потомков и все его порождения искры, возложена обязанность исправлять на протяжении человеческой истории то, что было сломано при разбиении сосудов Шверат Акелим, в том, что испортило творение, и в грехе Адама, чтобы закончить исправление. «Ключ если мы устоим воспитание единства и нравственности, этим будет достигнуто не только личное спасение, но и общее спасение всего мира». Как сказано, тот, кто исполняет одну заповедь, склонил к добру решений о себе и обо всем мире. Творец мира предоставил нам свободный выбор, и вместе с ним мы получили заповеди и наставления исполнять их, прилагая все свои силы, чтобы, несмотря на сокрытие Всевышнего, привести к завершению избавления. Творец, в свою очередь, ждет, пока мы не достигнем конца истории. Как сказано, «Я сплю, но бодрствует сердце мое, голос, стучится друг мой, отвори мне сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росою полна, кудри мои каплями росы ночной». «Кто здесь спит? Непонятно». Ну как, это аналогия, «Кто спит?» Речь идет о цитате из «Песня-песня» Широ Ширинка по модели, которую Бухник требует. Вот так ее оставим. Здесь название книг. Это цитата из пятой главы, насколько я правильно помню, из «Песня-песня». самая такая трагическая. Когда приходит жених невесте, она ему не отворяет. Ну, потом, когда уже она ему отворяет, его уже нет. Он ушел. Очень такая «Песня-песня». классический, один из классических комментариев «Песня-песня» это, что жених – это Всевышний, а невеста – это народ и град. Есть другие комментарии, например, которые соотносят Всевышнего. жених все равно Всевышний, а невеста – это душа человека отдельно. «Песня-песня» очень много в комментариях некоторых накладывают прямо на историю взаимоотношения Всевышнего народа Израиля отдельные эпизоды. Но вот эта цитата, она как раз описывает ситуацию, в которой стучится друг мой, он стучится, отворил и она говорит, как я тебе отворю, я уже сняла, одела рубашку, как я сняла. Я уже разулась, как я запачкаю ноги свои. В общем, я сейчас фантазирую, потому что я на сто процентов не помню наизусть. Она говорит, я не готова, я еще не могу. Он-то ждет, он вообще готов нас в любой момент принять, но она как бы все время медлит из каких-то собственных соображений, потому что ей неудобно и неловко. Она хочет, чтобы ее на некоторое время оставили в покое невеста или жена в данном случае. Хотя, как бы, почему не пойти навстречу? Может быть, это перекликается с тем, кто боится испытаний, боится сделать правильный выбор. Потом она похватывается и идет его искать и уже будет. В общем, это, так сказать, что это метафора взаимоотношений и аллегория, скорее, взаимоотношений Всевышнего и человечества. Но что я хотела еще, может быть, добавить, то, что мы читали до этого, не знаю, правильно ли я понимаю, но тут как раз, насколько мне кажется, Рафф говорит о том, что достаточно, чтобы народ Израиля вышел на правильный путь, это повлияет сразу на весь мир, вот как ты говорил, в голове. Весь мир сразу продвинется очень сильно. То есть, как бы, от народа Израиля вообще все зависит. Приводит аналогию, которую нам часто приводят в связи с днями трепета, когда Всевышний судит весь мир, каждый человек, говорят нам, должен рассматривать себя, как будто от него все зависит, как будто весь мир он вообще установлен на равновесие. Если одно мое доброе дело может или раскаяние может повлиять на весь мир. я не знаю, это важная аналогия для человека, чтобы понять свою ответственность за все, что происходит в мире, уровень своей ответственности. А в реальности как это? То есть, может быть, то же самое и можно сказать и про народ, и про еврейский народ. Народ должен себе сказать, да? От меня все зависит, если я завтра стану самым моральным народом и все у меня будет замечательно, хотя бы на уровне внутреннем, внешнем. Может быть, тогда весь мир вдруг точнется в другую сторону. То, что ты положил что-то позитивное на одну чашку лесу, вдруг весь мир повлияет на весь мир. Так, во-вторых, мне показалось, что так Раф хочет сказать. при этом есть разделение. Я сплю, но бодрствует сердце мое. Одна часть спит, другая часть бодрствует и находится в диалоге с Творцом, который снаружи стучится. они еще навлекли. Ольга диду фэйт. Да. Да, и при этом если бы сердце у нее не было, то она бы не слышала голоса. Она его слышит, с другой стороны, а тело, оно очень похоже на то, что, собственно, говорил. от тела отказывается. Можно посмотреть, как это хотя бы в русском переводе, чтобы это, потому что он, видимо, все же имеет в виду. При этом, опять же, это аналогия со сном, что можно специально проснуться силой воли изнутри сна, но если не просыпаются, все равно есть какой-то предел, когда тело просыпается все равно. Ну, вот, потому она встает, но я сейчас прочту это самое. Да, это пятая глава, как я говорила. Я сплю, но бодрствует сердце мое. Голос тучится друг мой, твари, мне сестра моя вторая на голову и моя честная. Его голова моя заполна, кудри мои капли не рассвязываются. Я скину одеяние свое, как же я одену ее. Я мыла ноги свои, как же замарая их. Возлюбленный мой простер руку сквозь отверстие в двери и до тром я взволновалась о нем. Он уже протягивает руки. Стала я отворить возлюбленную моему, из рук моих капало мор мира, из пальцев моих мира стекало на скобы замка, отворила я друга моему, а друг он скользнулся крюч. В общем, ладно, души во мне не стало. Не стало, когда он говорил, искала его, но не ходила, звала его, но не ответила. В общем, это такая трагическая Олегуя в данном случае она немножко настораживает, по-моему, да, потому что может такое, видимо, случиться. Нет, это флирт, что он убегает, чтобы его догоняли. Не, там его не может найти. Ну, в общем, там сложно, сюжет там сложный. Она идет потом, ты не помнишь, она идет по улицам и спрашивает, не видели ли вы моего возлюбленного, а эти стражи там еще, они вот стражи стенградских, они встречали меня стражи, обходящие город, побили, они меня изранили, сорвались меня по крывал мое стражинство. Там все заклинаю вас дочери Иерусалима, если вы встретите друга моего, что скажете, ну, так далее. Она заклинает дочери Иерусалима, чтобы они скажите ему, что иерусалима, я бы не надо в общем, это трагическое, вообще говоря, в принципе, может быть, сейчас не место вообще это обсуждать, песня, но это трагическое, как ни странно, песнь, хотя изначально, кажется, песня любви, так все прекрасно, но там все довольно грустно, она кончается разлукой, хотя я слышала такие комментарии, такие разборы, что на самом деле это идет речь о взаимоотношении, которое возвращается на круги свои, то есть он не покидает его навсегда, а потом все начинается сначала, но в любом случае, как это, ее читают весной, когда все расцветает, речь идет о любви, окончается трагически, а наоборот, это совсем уже отдельный разговор, может быть, когда-нибудь, если захотите, я поговорю об этом, а Кахелит, который кажется такой вот мрачной книгой, это все возвращается на круги, нет разницы, между человеком и скотиной, все умрем и так далее, на самом деле, если посмотреть внимательно, она очень жизнеутверждается, в реальности все не так на самом деле, это само по себе интересно, но это другая совершенно тема, так что сейчас мы ее оставим, если кому-то интересно, когда-нибудь об этом поговорим, но тут он берет этот стих, который действительно описывает вот эта нерешительность, с которой человечество не идет навстречу Всевышнему, без того, что потом случается, что он уходит от нас. На самом деле, в этом стихе нет намека на том, что он оставит, если мы не пойдем не навстречу. Это нечто, что, наверное, всегда существует. Голос этот. Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, честь моя, ибо голова моя, рассольная, пудри мои, капри мои. Когда мы учим Тору, мы должны забыть, что написано в следующем стихе. Да, совершенно верно, абсолютно право. Мы сейчас забудем, что там дальше плохо кончилось. Да, у нас все кончится хорошо. Да. Так, а на заключительном отрезке истории произойдет самая захватывающая встреча. Встреча между Творцом и Совершенным Человеком. Встреча полного партнерства, когда человек будет иметь полное право получать все благо и истинную любовь, которую Творец стремится дарить ему вечно. И тогда воспоет мужей, сына Израиля эту песню Господу. Народ Израиля будет петь песню избавления Творцу всех миров. И цель творения будет достигнута. Ну, да, вот это очень оптимистично. Ну, он такой радужкий, наверное, очень очень оптимист и хочется так. И думаю, что так это все будет. Вообще, видно, что мир как бы все-таки не по этой схеме развивается. так я осторожно сделаю замечание. Ну, это так всегда кажется, что нет. Ну, да, то есть, как бы концепция очень красивая и все, и как бы выводят из Торы, понятно, можно сделать кубик-рубик и сделать и все. В наших глазах происходит как бы что-то другое развитие. я не знаю. Ну, потому что там мы смотрим очень точечное. Я вообще как бы осмелился сказать такую штуку опять, они-то тонкие как бы, но тем не менее. Ну, вообще, вот я слушаю как бы очень много Рава Шерфи, вот сейчас как бы Раума не тут. Такое впечатление, что человек может взять текст Торы, да, и как бы, ну, я не хочу сказать слово подогнать, потому что, ну, это как бы банально и некрасиво. на всяком случае это настолько как бы глубокий текст, да, он из такое количество комментариев, вот так можно переиграть. И в принципе, ну, не сказать каждый человек, но каждый умный, интеллигентный человек, он может создать вполне красивую как бы концепцию. И дальше, какой критерий этой концепции? Она должна проверяться просто ее красоте, сказать, да, действительно, очень красиво, мир будет так развиваться, все придут сюда, вызрают, все полный кайф. Либо она должна проверяться в соответствии как бы с тем, что мы видим в МЦИУ, в реальности. Вопрос. Ну, собственно, между прочим, тут ты просто, тебя часто здесь нет, но это, эти все вопросы нужны в начале. И это то, что действительно нас обозит, почему реальность не соответствует тому, что, казалось бы, должно бы здесь быть, да? Ну, вот как раз это он и объясняет, что реально ставит нам сложные вопросы, и мы должны научиться их решать сложные моральные вопросы. Когда мы научимся, тогда мы дойдем до целетворения. Это его схема. Где ты тут видишь несоответствие? Перед нами станет все время более сложные моральные вопросы. Я тебе скажу, но я не хочу уводить, как бы вообще раскрывать новую тему, но просто те, которые хотя бы живут в Израиле сейчас, я думаю, не могут не чувствовать тот переворот в сознании, который происходит в обществе, у всех, на разных уровнях. Я не вижу человека духовного, который бы стал бы лидером, который бы обратился к народу. Я не вижу этого. То есть, грубо говоря, который бы убедил людей в том, что надо делать А, не делать Б. единственное, что людей убеждает, это палка и удары. Это да, это убеждает. То есть, когда говорят это целое убедение, это да. Я не берусь на это ответить. Ты хочешь, чтобы универсальный какой-то, во-первых, стал, во-первых, лидера ты хочешь. Нужен он, не нужен, я не знаю. Во-вторых, что именно такие вещи пробуждают нас, возможно. Может быть, не только, я не знаю. это уже действительно другой вопрос. И пути, которыми история идет, они иногда очень трагические, сложные, загадочные, непонятные. То есть, какие-то вещи нам мудрецы объясняют, находят им какие-то объяснения. И то, по их поводу есть разногласия, одни говорят так, другие говорят так. Этот был хороший, а этот был плохой. Монитор дает общую идею, он дает общее объяснение того, почему человечество стоит перед тяжелыми вопросами. Он говорит, что это так запланировано. Может быть, это, так сказать, нам не нравится, мы хотим, чтобы нам было полегче. Но оно так не работает. может быть, последнее, то, что у меня накопилось в голове, даже внутри самого еврейского израильского общества. Видим, что эти вещи, которые для нас кажутся, можно сказать, синонимы, ряд синонимов. Они красивы, они интересны, они убеждают и так дальше. Все это, еще можно поставить строку синонимов, все имеет отношение к монету Раошкиназе. Мы видим, что огромное количество или целые сегменты, даже просто среди евреев, например, Харидим, они все равно, их это совершенно не меняет. То есть, такое впечатление, что есть... Что они меняют? Ну как, у них не меняется, для них монету ничего, а для них ничего не говорит. Даже то, что произошло в Израиле сейчас, по большому счету, это все равно их не меняет. Вот это вот. Ну как же, ты не прав, понимаешь? Во-первых, ты не прав. Я в последнее время видела очень много заметок. Люди просто поражаются тому, насколько изменились сейчас Харидим. Я не говорю о том, что верное количество Харидим в армию мобилизовалось. Ну, например, я одну историю расскажу. Какая-то женщина или группа, какая-то шла группа... Да-да, я тоже, я вижу это все, да, окей. Экскурсия. Пришел парень какой-то, начал их ругать, их обзывать. Собралась огромная толпа Харидим, которая заткнула мой рот и начала его ругать и говорить, как ты можешь такие вещи говорить. Это все в вашем случае. Мы все сейчас должны быть едины. Это, 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 ну, такого раньше не бывало. Это правильно, но как бы даже не знаю, ты хочешь, чтобы один прекрасный день все, все совершенно... Нет, нет, снизу понятно, что есть дреша, есть как бы требования, снизу, да, но опять, это не находит никакого выражения в тех людях, которые являются руководителями этой общины. Они совершенно, я не слышал ни одного выступления, я слышал ни одного, жеста, ничего. А кто определяет, что ты считаешь, что лидеры определяют? Это ты опять считаешь. Это лидеры, которых выбирают, у них есть авторитет. У них есть авторитет, это прекрасно, но кроме того, я считаю, что огромное значение имеет народ, а не только лидеры. Они их выбирают, послушай, они же не диктаторы. Нет, во-первых, это не то, что они их выбирают, во-вторых, они их уважают, это правильнее будет сказать. А в-третьих, то, что они сейчас ведут себя по-другому, это может быть потому, что лидеры говорят что-то другое. Я не знаю конкретно. Окей, не проблема, послушай, даже не это, может быть, даже по-другому, не хочу заходить, потому что это особая тема, которая бесконечно отсутствует. вопрос такой, почему Раф Маниту, да, он не стал тем духовным лидером в израильском обществе, в котором в какой-то степени, для тех, кто служит эти лекции, он точно стал, понимаешь? Но я зачастую, 99% я встречаюсь с людьми, да, не франкоязычными. Я им говорю, они вообще не знают, кто это. Это правда. Почему? Вот так вот жизнь сложилась. Почему, не знаю. Спроси у Рафа Шепки, и мы будем рады услышать ответ. Дон же хорошо спрашиваю. Нет, я знаю, что мы не ту последние годы, и ты сам это знаешь, становится все более и более популярным. Но кому-то говорит кто-то один, другому человеку говорит что-то кто-то другой. И люди, мы все разные. И это легитимно, что кому-то нравится Вася. с его подходом на другому Сережа. Ну, я так условно говорила. Хайм, другому Ура. Подходы очень разные. Это же нормально, что люди все разные. И подходы у разных философов или там авторитетов разные. И кому-то ближе там какой-нибудь Герман Коэн, а нам ближе мне не ту. это все важно. Ладно. Спасибо, Поведусь солдатам возвращения заложников и улучшения всего мира. Ну, так, вкратце. Очень добрые вести. Будем надеяться на все хорошее. Все, счастливо. Пока. До свидания всем. Ждем вас. Анна Хама. Спасибо, Андрей. Спасибо.